Здравствуйте! В эфире телеканала Вектор «Разговор без галстука». Сегодня он состоится с депутатом Городской Думы, директором некоммерческой организации Фонда окружного инновационно-технологического центра «Старт». Оксаной Малакоедовой. Оксана Алексеевна, добрый день! Добрый день! Оксана Алексеевна, в этом году вы в новой должности. И расскажите, пожалуйста, насколько изменилась теперь ваша деятельность? Деятельность изменилась на 100%. Я в корне поменяла сферу и направление. До этого 15 лет практически было отдано банковской сфере. И в свое время я мечтала там работать. Но пришло время уже все-таки попрощаться с этой деятельностью, потому что она для меня уже стала неинтересной. Я, в общем-то, недолго думала, это буквально дня два. Вот, поэтому я рада, что я сменила сферу. Мне очень нравится сейчас моя новая работа. Очень нравится, очень интересная, очень сложная. А вот сегодня инновационно-технологический центр «Старт» какие основные цели и задачи перед собой ставят? Вообще, это фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. И основная цель, которую мы выполняем, основная задача – это имущественная поддержка. Что касается предоставления в аренду по льготным ставкам, мы это все оказываем нашим предпринимателям. Второе направление, не менее важное, это все-таки оказание поддержки в проектах. Это инновационные проекты. В чем больше испытывается нехватка в каких-то идеях или все-таки путей финансирования? Ну, конечно, больше финансирования. Но я хочу сказать, что идеи тоже наукоемкие отрасли нужно развивать безусловно. Это наше будущее, это то, это наше завтра, скажем так, да. Но для нашего региона это очень сложно сделать. И здесь мы все-таки можем больше оказать существенную поддержку в части финансирования. Ну, или даже вот в части имущественной поддержки. Сегодня экономическую ситуацию в стране многие по-разному оценивают. Кто-то называет ее сложной, нестабильной. А вы как думаете, насколько сейчас экономика в стране? Возможно, что пик кризиса мы прошли. Либо, знаете, как может быть, мы к нему привыкли. Мы адаптировались уже в этом состоянии. И, знаете, когда человек попадает в трудную, сложную ситуацию, он не то чтобы привыкает, он уже начинает в этом жить, что-то придумывать новое. И, в общем-то, его мозг работает гораздо эффективнее, чем если бы была стабильность. То есть такие процессы, они в экономике обязательно были, есть и будут. Это и заставляет наш бизнес подстраиваться под новые условия. И, в общем-то, поэтому выживают сильнейшие. Выживают не то чтобы и, может быть, сильнейшие. Выживают, скажем так, те, которые в сегодняшней ситуации просто необходимы. А если не касаться дела, а простых жизненных бытовых вопросов, то наверняка сегодня многие россияне экономят на чем-то. На ваш взгляд, вот в условиях Крайнего Севера, где мы живем, на чем можно сэкономить, а на чем нельзя все-таки экономить? Зависит все от человека, от его сегодняшних потребностей. Понимаете, сегодня, например, я могу экономить на текущих своих расходах. Но если у меня ребенок поступает, ну как я могу сэкономить на образовании? То есть однозначно на этом экономить нельзя. То есть если дети – это наше будущее, мы в любом случае и должны в них вкладываться. Не обязательно там, я сейчас говорю про платное образование, в любом случае в какие-то образовательные услуги, если это платное, мы должны все равно детей наших, в общем-то, обучать и вкладываться в них. Что касается здоровья, у каждого тоже своя ситуация. На здоровье тоже мы не можем экономить, да. Ну что касается какого-то личного потребления, все индивидуально. То есть у каждого человека свои потребности. Кто-то, может быть, экономит сейчас на отдыхе и не ездит, ну понимает, что это не так важно, да. А у кого-то, простите, кредиты, и он не может себе позволить большего, кроме как, например, выплачивать кредиты и на текущее потребление, там, на питание и так далее. На ваш взгляд, куда сегодня стоит вкладывать деньги? Когда еще, будучи работая в банке, я своим клиентам всегда советовала вкладывать во все валюты. Это в рубли, естественно, потому что это наша все-таки национальная валюта. Это в доллар, это и в евро. Ну, конечно, есть очень хорошее вложение как в недвижимость. Опять-таки, я, если есть возможность, то советую все-таки приобретать недвижимость в крупных городах. Либо, почему бы и в Губкинском тоже не приобретать недвижимость, тоже как вариант. Мы надеемся здесь развиваться, жить и так далее, наши дети здесь будут жить. Кто-то более опытные инвесторы, да, они, возможно, размещаются на рынке ценных бумаг. Я все-таки советую этим заниматься людям, которые уже прошли какое-то обучение. Вот, и прежде чем становиться там брокерами, да, нужно все-таки этому научиться, потому что можно потерять все. В семейном бюджете вы тоже финансист? Да. Естественно, в семейном бюджете я контролирую финансы, я за это отвечаю. Ваш муж, он кто по профессии? Он энергетик, он в бурнефтегазе работает. Распределяются ли у вас как-то обязанности? Как в обычной семье, да, у меня муж, он, так как он все-таки технические образования имеет, да, даже два у него высших технических образований. И на сегодняшний день у нас там строительство дома идет, поэтому вот все, что касается стройки, вот я туда даже не влазил. То есть это все его. А что касается финансов, куда их правильно разместить, потратить и так далее, ну это, конечно, это уже мое. А дети, расскажите о своих детях. У нас дочь, мы воспитываем дочь 14 лет, она еще учится в школе. Что считаете главным в воспитании детей? Я же очень занятая мама. И, конечно, иногда я задумываюсь о том, что я мало уделяю внимания своему единственному ребенку, что она, возможно, где-то обделена и моим вниманием, и, может быть, не так много мы с ней разговариваем. Но вот сейчас, когда она начинает взрослеть, этот подростковый возраст, я стараюсь больше разговаривать с ней, потому что я вижу сегодняшнюю ситуацию и случаи эти не очень хорошие происходят с детьми, с подростками. То есть, конечно, у меня есть волнение по этому воду, я переживаю, поэтому как-то все-таки стараюсь находить время и для своего ребенка. Но что касается воспитания, вот сейчас, кстати, да, воспитываю в ней самостоятельность, потому что боязнь отпустить куда-то ребенка и держать его возле себя – это тоже неправильно. Это будет такой ребенок, знаете, тепличный. Я не хотела бы, чтобы это было, я хочу, чтобы она все-таки выросла. У меня достаточно самостоятельная понимала, что нужно в жизни выбрать свой путь, зарабатывать и, в общем-то, ни на кого не надеяться. А на ваш взгляд, лучший метод воспитания самостоятельности – это какое? То есть, давать волю и свободу ребенку? Жесткого такого вот ограничения у нас нет. Я хочу, чтобы она мне доверяла, и я ей тоже доверяю. То есть, я вот в этом плане, у нас такие доверительные отношения. Иногда, правда, на голову садится, есть такое тоже, да. А методы наказания у вас есть? Ну, я ее ругаю, естественно. А такой подход – это, наверное, еще из вашего детства, из вашей семьи? У вас родители строгие? У меня строгие родители, да. Я считаю, что это, в общем-то, правильно. Мы живем в России, у нас такое воспитание было издревле, поэтому я придерживаюсь, в общем-то. А ваши родители, они кто по профессии? Большая ли у вас семья в плане братья и сестры? У меня родители уже на пенсии. Ну, моя мама, кстати, работала в банке в свое время, вот, в общем-то, это и была моя детская когда-то мечта, тоже работала. Моя бабушка работала в банке, мама, потом я. Что касается братьев-сестер, у меня одна сестра родная, она здесь тоже живет, мои племянники здесь находятся. То есть, вот, в общем-то, остались такое, знаете, наше второе уже поколение и третье, наши дети тоже, в общем-то, а дети наши уже здесь родились. А когда-то родители нас привезли, это был 88-й год, вот, это было, в общем-то, такое романтичное время, когда покоряли север, вот, ехали за романтикой, ну, заработать денег, конечно. И ехали, по-моему, папа ехал лет на пять, не больше, а задержался тут на 25 лет. Он у меня ветеран в Союзе Севера, вот, и имеет медаль, то есть, как бы, город, в общем-то, еще жил в поселке, был дорожным строителем и прокладывал эту дорогу от Пурпе до Губкинского и от Губкинского до Ноябрьского. То есть, в общем, первое проходит. На ваш взгляд, насколько изменился север? Сегодня, наверное, люди уже не едут сюда на заработки? Если сравнивать время, когда был Советский Союз, я даже думаю, что, может быть, не столько ехали за деньгами, сколько это был период такой, знаете, какой-то романтики больше, покорение севера, потому что, например, мы приехали из города, у нас была квартира, у нас были все условия, вот, и приехали сюда и жили здесь первое время в вагончике, в очень маленьком, да, без воды, без туалета, без всего, без условий нормальных. И в школу ходили, в валенках далеко, с промзоны и так далее. Оксана Алексеевна, вы говорили о своей занятости, и это, я так понимаю, все в силу работы и карьеры. А вот для вас, что значит карьера? Насколько она важна вообще в жизни современного человека? Кто-то из женщин выбирает материнство, кто-то из женщин современных, может быть, уже молодых, уже более в позднем возрасте выходит замуж, потому что строит карьеру, делает карьеру и потом уже откладывает семейную жизнь, детей и прочее. Все индивидуально, то есть это все зависит от человека. И тех женщин, и этих я понимаю. Я, конечно, наверное, все-таки больше отношусь ко второму типу, да, это женщины, которые решили в своей жизни пригодиться где-то не только как мать или как жена, да, но все-таки в части как профессионал. Я думаю, что у меня это получилось. Может быть, если бы я была в другом городе, в более крупном, может быть, карьера была бы больше. Но меня устраивает пока вот то, что сейчас, на сегодняшний день, я всем довольна. То есть найти баланс – это возможно? Баланс, конечно, возможно. Можно совмещать. Многие женщины это делают и рожают детей, и карьеру строят, и все у них успешно и удачно. Оксана Алексеевна, я думаю, вас можно назвать человеком дела, и всегда интересно вот у таких людей, как вы. С чем связаны самые заветные цели и мечты? Вы знаете, ну, я, может быть, такой счастливый человек, я вот живу, у меня хорошо, у меня, в общем-то, все устраивает. Да, я хочу, чтобы все мои родные и близкие были здоровы и живы, как бы самое главное, да, и к своему, вот к сегодняшнему возрасту я понимаю, что здоровье все-таки родных, близких, мое здоровье, наверное, одно из самых главных. Мечты, чтобы мой ребенок хорошо закончил школу, отлично, желательно, да, чтобы она осуществила свою мечту, и мою в том числе поступила в престижный вуз, закончила его, стала хорошим, настоящим человеком, профессионалом своего дела. То есть, ну, наверное, уже мечты все-таки нацелены на ребенка, то есть на ее перспективу, на ее будущее. Ну, а у нее будет все хорошо, у меня, соответственно, тоже. А вот вы в детстве, глядя, может, на маму и бабушку, мечтали работать в банке, и ваша мечта осуществилась, а ваша дочь сейчас о какой работе мечтает? Ну, она пока в седьмом классе, у нее разные мечты. Она хотела быть одно время артисткой, потом она хотела быть журналистом, переводчиком, потом она хотела работать в нефтяной промышленности, то есть очень разная. Потом она и так же хотела в банке, на что я ей сказала, хватит, мы должны уже этот круг закрыть, замкнуть, да, потому что хватит нам уже родственников банкиров, уже все. Пока еще не определились. Оксана Алексеевна, у нас здесь есть вопросы для вас более личного характера, вытяните один, пожалуйста. Когда вы в последний раз плакали? Ну, вы знаете, вот я очень, несмотря там на мою, может быть, твердость характера, жесткость где-то, да, но очень сентиментальный человек. И всегда плачу, когда смотрю передачи, особенно вот эти про добро, про больных деток, то есть вот вообще не могу смотреть эти передачи. Даже сейчас говорю, а голос дрожит, потому что вот вспоминаю, и вот это вот самые такие вот вещи, которые, самое страшное, что может быть случится в жизни. И вот плачу, когда они часто показывают, я всегда оказываю помощь этим деткам, вот, и хотелось бы, чтобы, конечно, их было меньше или их вообще не было, чтобы они все были здоровы. То есть вас можно легко расстрогать, в принципе? Очень легко, да. А в руководстве у вас насколько строгие принципы? Я всегда думала, что я достаточно добрый и лояльный руководитель. А когда я задала этот вопрос своим сотрудникам, вот еще по бывшему месту работы, они мне ответили, вы, Оксана Алексеевна, разная. Когда они спросили, я же добрая, они мне ответили, что я разная, вот, и я поняла, что, видимо, не такая уж я и добрая, но хотя бы справедливая. То есть можно сказать о том, что, наверное, больше справедливая. В центре «Старт» это для вас новый коллектив? Это новый коллектив, да. Насколько он большой? Он небольшой, он 6 человек насчитывает, в общем-то, достаточно. Ну, я хочу сказать, что команда достаточно профессиональная, молодые ребята, такие, знаете, с двигателем в душе, которые хотят исправить ситуацию. Мы вместе с ними, в общем-то, нашли такие общие точки соприкосновения, потому что, ну, я тоже переживала, ухожу в новый коллектив, и это совершенно другая отрасль. Ну, нормально, у нас все хорошо будет. Оксана Алексеевна очень коммуникабельная, умеет создавать среду, в которой работники могли бы реализовать полностью весь свой талант, потенциал. Ну, от себя могу за всех отвечать, как не буду, от себя могу сказать то, что мне очень комфортно с ней работать. Пошутить любит на работе. Это разряжает атмосферу, как бы, благоприятная обстановка в коллективе. Как руководитель очень порядочная, ответственная, ну, то есть она умеет слушать сотрудников, это большое качество для руководителя. Она очень добра, отзывчива. Несмотря на свои достижения в профессиональном плане, у нее нет такого заносчивости, нет высокомерия. То есть она очень хороший человек, как человек. Насколько я ее понимаю, насколько я ее смогла понять за этот короткий срок, как мы знакомы. С ней легко в общении, легко в работе, тем более, когда ты делаешь свою работу, и, в принципе, все хорошо. Оксана Алексеевна, а вот для вас коллектив новый, но уже, может быть, складываются какие-то традиции? Да, складываются традиции. Это, например, коллектив никогда не принимал участие в возложении венков на 9 мая. То есть это у нас будет теперь постоянная традиция. Или они, например, совершенно не отмечали праздники вместе. То есть это дни рождения, это какие-то там Новый год, 8 марта, 23. То есть вот эти вот вещи, которые сплачивает коллектив, однозначно будет, потому что, ну, я считаю, что это командный дух формирует. Наш разговор без галстука подходит к своему завершению. Желаю процветания вашему делу, сил, энергии, счастья, семейного благополучия. Спасибо за откровенную беседу, было очень интересно. Дорогие телезрители, спасибо вам за внимание. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Вектор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова